Каждую среду в студии телеканала Самарагиз мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Яна Налимов. Здравствуйте. 4 октября прошла стратегическая сессия, на которой обсуждался проект обновленной стратегии социально-экономического развития Самары на период до 2025 года. Какие задачи должна решить обновленная актуализированная программа развития города? Кто будет участвовать в реализации новой стратегии развития Самары? В нашей студии председатель общественной палаты городского округа Самара, доктор экономических наук, профессор Габибулла Хасаев и заместитель главы городского округа Самара, руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли городского округа Самара Владислав Зотов. Владислав Иванович, Габибулла Рабаданович, добрый вечер. Спасибо, что пришли к нам в студию. И с чего бы хотелось начать? Стратегия комплексного развития города до 2025 года на самом деле была принята уже в 2013 году. И тогда к процессу разработки были привлечены представители профессионального сообщества и жители города. Утвержденная стратегия оказалась успешной, но понятно, что за 8 лет очень многое изменилось. Тем более вот такие насыщенные 8 лет. Вот какие важные изменения вы бы отметили? На самом деле документ стратегический, стратегия комплексного развития городского округа Самара, как вы правильно отметили, получил свое начало в 2013 году. Мы один из первых городов, у которого появилась эта стратегия. Мало того, в 2014 году мы получили на стратегическом форуме в Питере первое место по содержательной части данной стратегии. Но, конечно же, любой документ стратегического планирования не является статичным документом. Безусловно, влияют как внутренние факторы, происходящие на территории нашего города, так и внешние факторы, которые происходят как на территории Российской Федерации, так и в мире в целом. Кроме того, за этот период 8-летний претерпели изменения нормативно-правовые документы, как на федеральном уровне, так и на областном. Появилась также стратегия развития нашей Самарской области до 2030 года. Кроме того, безусловно, пандемия и вот те ограничения, которые сейчас накладываются со стороны недружественных стран, точно так же привносят определенные требования, что, безусловно, является необходимой вещью для внесения изменений в существующую стратегию. Я повторюсь, но мы говорим сейчас не о новой стратегии, а о той стратегии 2013 года, которая актуализируется в условиях современных реалий и тенденциях. – Габулар Баданович, вы как эксперт, как экономист, вы бы что отметили, что произошло за 8 лет, на что теперь нужно обращать внимание, какие изменения? – Должен с удовлетворением отметить, что, несмотря на то, что начало реализации стратегии совпало с экономическим кризисом 2014 года, потом, как Владислав Иванович отметил, пандемия, несмотря на эти факторы, основные цели и задачи, которые были сформулированы в действующей стратегии, они, в принципе, успешно выполнены. – Ну, активизировалась инвестиционная активность за этот период, был успешно проведен чемпионат мира, выполнен громадный объем работы по благоустройству, выросли объемы и темпы жилищного строительства. – Несмотря на то, что у нас очень высокий объем аварийного и ветхого жилья, все-таки не прекращалась программа реализации отселения людей, живущих в аварийном жилье, и здесь достигнуты относительно неплохие результаты. – Потом, с 2018 года у города начали реализовываться национальные проекты. – И все это, конечно, безусловно, повлияло позитивно на все сферы жизнедеятельности городского округа. Но, тем не менее, появились новые требования, новые вызовы, которых не было в период разработки прежней стратегии. – По некоторым моментам кардинально изменилась социально-экономическая ситуация. И, безусловно, все эти изменения и новые вызовы требуют корректировки и актуализации действующей стратегии. И в этом отношении руководство городского округа приняло своевременное решение, чтобы учесть как позитивные, так и негативные моменты и уточнить определенные цели, приоритеты и параметры действующей стратегии. – Я, знаете, даже сейчас вот о чем подумал, ведь вот эти 8 лет, на самом деле, насколько длинный этот срок был с точки зрения макроэкономических изменений, потому что за это время там цены на энергоносители поднимались, падали, там чего только на самом деле не происходило. Конечно, это не могло не сказаться. Это очень серьезные перемены, на самом деле, которые касаются именно Самарской области. – Ну, здесь я бы, вот, если Владислав Иванович, наверное, поддержит меня, вот, анализ крупных консалтинговых компаний, которые, независимых, так сказать, от города и от научного сообщества местного, вот, констатируют, что доля Самары, в валовом внутреннем продукте России составляет около 1%. Это очень значимый показатель, тем более… – Да, именно Самары, не Самарской губернии. – Нет, Самары, да, Самары, а доля населения составляет всего 0,78% населения России. Это много или мало? Вот, это все познается в сравнении, если мы сравним с городами-миллионниками, я не считаю Санкт-Петербург и Москву, потому что они все-таки субъекты федерации. – Ну, это вообще отдельная история. – Да, отдельная история. – То мы без них где-то находимся в первой тройке. Тройка, пятерка, вот, городом-миллионников. Хотя после нас города с большей численностью населения. Поэтому это результат реализации тех стратегических целей и задач, которые были сформулированы в действующей стратегии. И это результат работы администрации города по реализации действующей стратегии, потому что был разработан в свое время на план реализации стратегии. Ежегодно глава администрации делала доклад о ходе реализации стратегии. Все это публиковалось в средствах массовой информации и на сайте администрации. Общественность участвовала в обсуждении. И в целом, потому что субъектами реализации является не только администрация города, являются органы исполнительной власти субъекта федерации, наши предприятия, институты гражданского общества, что мне особенно хотелось бы подчеркнуть, и активные граждане. Для этого создана хорошая информационная среда в городе. Все могут обращаться в администрацию со своими предложениями, дополнениями и так далее. Поэтому здесь позитивные результаты совершенно очевидны от реализации действующей стратегии. – Вот здесь интересный момент. Вы сказали уже о том, что шло широкое общественное обсуждение, и вообще вот эта обратная связь, она налажена. И вообще вот когда шла актуализация программы, над ней шла серьезная работа. И поэтому проект сейчас можно назвать стратегией общественного согласия. Вот что это значит, стратегией общественного согласия? – Ну, здесь необходимо отметить, что мы совместно с университетом аэрокосмическим работаем над стратегией, начиная с предыдущего, 2021 года. За этот период времени прошло уже 9 стратегических сессий по разным направлениям. И следует отметить, что те 10 направлений, которые присутствуют в стратегии 2013 года, все они, естественно, перешли в стратегические цели, которых 4 в этом году. Поэтому на всех вот этих стратегических сессиях, естественно, присутствовала общественность, присутствовали представители бизнес-сообщества, присутствовали члены торгово-промышленной палаты, присутствовали, безусловно, как администрации городского округа Самара, так и приглашались коллеги из других городов. Кроме того, естественно, активные жители точно так же принимали участие в этих стратегических сессиях, где рассматривались вопросы, которые были сгенерированы как администрацией, так и непосредственно жителями нашего города. Я больше того скажу, что на сайте, который был создан специально для того, чтобы мы разрабатывали, актуализировали эту стратегию, а сайт называется 2025samar.ru, до сих пор проходит достаточно серьезное и бурное обсуждение, и там мы как раз получаем те предложения от сообщества, как бизнес-сообщества, так и активных граждан, проживающих на территории нашего города и области, в части как раз направлений, которые с их точки зрения наиболее правильно было бы включить как раз в обновленную стратегию. Поэтому, исходя из количества мероприятий, исходя из того, какое количество общественных организаций, чиновников, бизнес-сообщества, научного сообщества было привлечено, можно сказать, что это все-таки такой общественный, по-настоящему общественный документ. Гулар Баданович, а общественная палата, вот как участвовала в этой работе? Непосредственно. Ну, общественная палата принимала, члены общественной палаты принимали непосредственное участие во всех стратегических сессиях, о которых говорил Валерий Слав Иванович. И со своей стороны также вносила конкретные предложения. Ну, они касались, например, только вот таких моментов. Главное сегодня, как он нам представляется, все-таки и для страны, соответственно, для такого высокотехнологичного города с высокотехнологичной промышленностью, как Самара, это цели, связанные, и приоритеты, связанные с обеспечением технологического суверенитета. И в этом плане был внесен ряд предложений, например, инициировать разработку, даже, может быть, федеральной программы с таким амбициозным названием, как «Самара – запасная столица технологического суверенитета России», к примеру. И очень много в этом плане предложений от нас поступило. Дальше, во время стратегических сессий многие высказывали необходимость более полного использования природных и транспортно-географических преимуществ нашего города. Поэтому вот с учетом этих предложений и было сформулировано предложение разработать, создать на территории города индустриальный парк «Волжский путь». Это какую цель преследует? Вот, например, у нас есть речной порт, речной вокзал, у нас есть стоянки лодок, есть завод по производству «Нефтефлот», который выпускает сюда. И сейчас есть объективная необходимость в построении новых логистических цепочек по международному транспортному коридору «Северю». И имеется в виду вообще создать новую отрасль как драйвер экономического развития и города, и области, как экономика «Волги». Вот это и ряд других предложений. Мы предварительно, безусловно, это обсуждали с Владиславом Ивановичем, с его департаментом. И мне представляется вот эти вопросы, мы выносим на обсуждение и надеемся, что это найдет поддержку и со стороны администрации города, и со стороны научной общественности, и института гражданского общества. Но вообще интересные предложения, такие фундаментальные на самом деле. Это только час, к примеру. Я согласен. Я предлагаю сейчас сделать паузу. Давайте посмотрим сюжет, затем продолжим нашу беседу. Сюжет касается как раз стратегии развития городского круга Самары. О приоритетах, рисках и новых возможностях социально-экономического развития Самары до 2025 года рассказывает ректор Самарского университета Владимир Богатырев. Город, богатый ресурсами и первоклассными специалистами в области науки, экономики и IT-сферы, должен развиваться и идти много со временем. По данным социсследований, жители Самары высоко оценивают созданные возможности и условия для культурного и спортивного досуга. Впрочем, по мнению горожан и экспертов, столица региона также должна расти и в плане экономики, цифровизации, инновационных проектов. В стратегии заложено видение, то есть, какими мы будем на горизонте 2025 год, заложены также миссии и несколько целей, так называемых стратегических целей. Это четыре стратегические цели. Это наше экономическое развитие, социальное развитие, развитие самоуправления и также развитие городской среды, то есть развитие дорог, экологии и так далее. Городской округ Самары занимает ведущее место в потребительском рынке региона. Доля города в розничном товарообороте в первом полугодии этого года составила 44%. Самостоятельной отраслью экономики стал и туризм. В 2021 году в Самару прибыло более 700 тысяч туристов из-за рубежа регионов России. Наш город обладает большим потенциалом для развития курортного, спортивного, религиозного и гастрономического туризма. Исторический центр Самары в 2019 году получил статус исторического поселения регионального значения, стратегии развития города до 2025 года, сохранение целостности исторического поселения, решение вопросов о праве собственности на землю, обновление инженерных сетей, расширение сети пешеходных маршрутов. Хочу сказать, что Самарский университет активно участвовала в научно-исследовательской, аналитической работе, подготовке обновленного документа. Вместе мы нашли способ организовать работу при всех пандемийных ограничениях. Вместе мы проводим завершающий этап в условиях стремительно меняющейся ситуации и обстановке новых вызовов. Но при любых условиях стремиться к развитию города, к благополучию граждан, это наша с вами непосредственная обязанность. Стратегия развития городского округа Самара обеспечила достойное место городского округа Самара среди сопоставимых городов и России, и мира. Во втором скорректированном варианте стратегии развития города – развитие внутригородских районов. В столице региона их 9. Вопросы, связанные с качеством жилищных условий, уровню благоустройства, доступностью социальной и транспортной инфраструктуры. Именно в масштабе одного района предлагается оценивать мероприятия по улучшению качества городской среды. Также стратегия дополнена новыми приоритетными направлениями. Новые цели и задачи связаны, прежде всего, с участием города в реализации национальных проектов. С 2019 года городской округ участвует в реализации 10 национальных проектов. По каждому из них администрации городского округа Самара проводится масштабная работа. Также в документе о стратегии развития города до 2025 года представлены задачи по развитию проекта «Комфортная городская среда» и «Экологическому благополучию региона». Но самое главное, как отметил председатель общественной палаты городского округа Самара Габибала Хасаев, все идеи необходимо привести к общему знаменателю и постараться не потерять ничего из того, что было предложено. Уважаемые гости, мы увидели в сюжете, что на самом деле бизнес, сообщество, экономически активные граждане были практически все. То есть это был и клуб директоров Самарской области, и торгово-промышленная палата. Там практически были все. На ваш взгляд, это имеется в виду, когда шло обсуждение, а какие задачи должна решать вот эта актуализированная стратегия развития Самары? – Безусловно, документ должен иметь структуру, и любой гражданин Самары, и не только Самары, Российской Федерации должен четко понимать, куда же движется Самара. Любой стратегический документ – это, естественно, документ, который способен в условиях ограниченных финансовых, человеческих ресурсов, технологических ресурсов. Любое предприятие, любой город именно в такой среде и живет, находится, действует и развивается, должен иметь четкие стратегические цели. Так вот, наш документ имеет четко сформулированные четыре цели, куда, как я уже сказал выше, вошли те направления, которые существовали в стратегии 2013 года, потому что все они, естественно, являются актуальными до сих пор. Ну и первые цели – это развитие человеческого капитала и повышение качества жизни населения. Сюда, естественно, в рамках национальных проектов демографии образования вошли в том числе такие термины, как увеличение продолжительности жизни, увеличение количества детских садов, увеличение рождаемости, улучшение здоровья жителей городского округа Самары, увеличение, как я уже сказал, продолжительности жизни. Вторым направлением является устойчивое развитие экономики нашего города. Все это, безусловно, необходимо и все это поддержано существующими программами. И те программы, которые будут либо изменяться, либо программы приниматься на территории нашего города, естественно, они все будут направлены как раз на эту стратегическую цель, на решение этой стратегической цели. Третье – это пространственное развитие и повышение качества городской среды. Это продолжение строительства дорог. Это увеличение количества дорог с соответствующим требованиям до 80%. Это, естественно, дальнейшее продолжение благоустройства как общественных территорий, так и дворовых пространств и многое-многое другое. Ну и четвертая как раз цель – это как раз развитие гражданского общества и местного самоправления, куда в том числе вошла цифровизация как одним из компонентов решения задач. – А вот какие важные направления экономического развития Самары вы бы отметили? Вот это такой вопрос, который, наверное, на самом деле важнейший, потому что это, собственно, бюджет, это уровень жизни и так далее. – Ну, безусловно, экономическое развитие должно сопровождаться решением многих задач. Это поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. А в существующих условиях это еще и антикризисная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. Это, безусловно, поддержка и развитие инвестиций в наш город. Любые города на территории Российской Федерации в какой-то части конкурируют за инвесторов. И в данном случае мы должны предложить инвесторам наиболее комфортные условия. То есть это и обращение в один единственный департамент и сопровождение этого инвестора, неважно в какой сфере он действует. Это, безусловно, креативная индустрия, это новые отрасли, на которые обращают внимание, в том числе на федеральном уровне. Это разработка новых программных продуктов. Это, безусловно, кино, театр, это… IT-индустрия, безусловно, тут в данном случае, наверное, надо отдельно. Хотя это такая вообще отдельная история IT-индустрия. Ну, IT-индустрия, безусловно, у нас сейчас является достаточно развитой сферой, но вот как раз в рамках креативной индустрии мы сможем принимать на уровне города дополнительные программы, вносить в эти программы изменения для того, чтобы поддержать еще больше данную отрасль. И, безусловно, это антикризисные меры, направленные на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в части налоговой поддержки, в части стимулирования, в части организации выставок, в части организации каких-то мероприятий, связанных с обучением. Ну и, конечно же, нельзя не сказать о развитии отрасли туризма. Это как раз новое направление, которое должно получить дополнительный импульс в нашем городе. Все мы знаем, что у нас историко-культурное наследие, и место расположения, и транспортные потоки, безусловно, способствуют развитию данной отрасли. И здесь мы должны с нашими коллегами из области идти в ногу, и те программы, которые существуют на уровне области, безусловно, должны в том числе поддерживаться нашими внутренними городскими программами, где мы можем позиционировать свой город в других городах. Это и баннерная реклама, это и контекстная реклама, это обмен блогерами и многие-многие другие программы, которые будут способствовать развитию как раз данного направления. — Григорий Анатольевич, а вот Вы бы что отметили, какие направления экономического развития СМР, вот на них надо обращать внимание. — Владислав Иванович обозначил основные направления и приоритеты экономического развития. Я, как уже отмечал, вот мне как эксперту представляется достаточно удачным то, что предлагаемая стратегия акцент сделан не просто на развитии, да, а на инновационно-технологическое развитии. И это позволит преумножить тот технологический потенциал, который сегодня есть, накоплен в экономике Самарской области, и Самаре в частности. И мне представляется очень важным отметить, что вот предлагая новое в экономическом развитии, упор сделан на экосистемные и проектные подходы. Вот не просто там, чтобы привлечь инвестиции, надо создать соответствующий инвестиционный климат. И отрадно отметить, что... — Потому что иначе просто не придут. — Да. Самара в этом отношении, как известно, сделала очень многое. И если мы занимаем восьмое место в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности, то это говорит о масштабах проделанной работы. Но так как это еще не первое место, говорит о резервах, которые еще остались. — А стремиться к нему нужно. — Да. Поэтому в этом плане тоже предусмотрены меры. Тем более предлагается создать вот экосистему инвестиций, где был бы накоплен вообще не только местный региональный опыт, и городской, и областной, но и лучшие практики не только отечественные, но и мировые. И соответствующие вот предложения и подходы здесь имеются. Более того, мне что очень важно могу сказать, что согласно опыту успешных городов, наиболее успешны те города, где множество сфер специализации. И в этом отношении поставлены задачи об определении перспективной специализации промышленности городского округа Самары. И мне кажется, здесь большое поле деятельности и для ученых, и для практиков, и для тех, кто сегодня нас слушает и может внести предложение. Вот на сайте, о котором уже говорилось, он действующий. Этим сайтом пользуются сотрудники администрации области, разработчики, стратегии. Я напомню еще раз, 20-25 Самара.ру. Да, поэтому все открыто. Тут ничего, страница не закрыта, это живой документ. Я бы, знаете, вот еще на что обратил внимание, хочу отметить, мы видим, что очень активно развивается транспортная инфраструктура Самары. Вот этот вопрос осталось времени не так много, а мне хотелось его затронуть. Строительство метрополитена продолжается, новые улицы, транспортные развязки. Вот почему это важно, и как это отражено в стратегии развития? Это отражено отдельным направлением, как раз вот в рамках пространственного разметия. Это одна из тех стратегических целей, одна из четырех стратегических целей. Это, безусловно, важно для развития экономики, и здесь нужно выделить, наверное, два основных направления. Это развитие транспорта в городском округе Самары непосредственно. Это и оптимизация маршрутов транспортных, это и установка дополнительных парковочных карманов. Это, безусловно, возможность использования каких-то новых технологичных маршрутов. Это дополнительные выделенные полосы для транспорта. Это, в том числе, выделенные полосы для транспорта мобильного, это велосипеды, самокаты и так далее. И необходимо отметить в данном случае развитие межмуниципального транспорта. Безусловно, мы являемся третьей агломерацией по количеству жителей после Москвы и Санкт-Петербурга, и для нас это очень важно. И, безусловно, здесь одним из направлений является как раз вот это межмуниципальное взаимодействие в части строительства дополнительных пересадочных узлов. В стратегии отражены как раз три дополнительных пересадочных узла. Это в Кушлеве, Ягодная, это Пятилетка, это тот кировский рынок, где уже началось строительство. И это как раз локация в районе нового стадиона Самара-арена, где как раз житель, независимо проживает он в Самаре или в Тольятти, он может как на работу, так в социальные объекты, так и объекты социального назначения приехать не за два часа с лишним, а за те же 40 или часа. Уважаемые гости, к сожалению, время программы мне подсказывают подошло к концу. Вот крайний вопрос очень вот кратко. Скажите, пожалуйста, когда и как программа будет утверждена? Прямо кратко. Ну, безусловно, у нас есть дорожная карта, утверждение стратегии. В результате она будет утверждена решением Думы в декабре текущего года. Сейчас еще на протяжении полуторамесячного периода времени мы собираем дополнительные предложения как от общественных организаций, так и от бизнес-сообщества, так и от жителей городского округа Самар, как вы уже назвали, существует сайт 2025.samar.ru. В результате она будет утверждена на городском стратегическом совете, а после этого проект решения Думы будет доведен до Думы, и в декабре месяце уже решением данная новая стратегия, не новая, обновленная стратегия будет утверждена. Спасибо за интересную и содержательную беседу, я надеюсь, что она принесет пользу, уверен в этом, нашему любимому городу. Всего вам самого доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»